Всем привет, это Агитпроп по живому. Сегодня мы получили феноменальное, удивительное известие. Мы проживаем в стране с рекордно небывало низкой безработицей, всего два с половиной процента. В таких обстоятельствах просто абсурдно, просто незачем рассуждать, разговаривать о классовой борьбе. И тем не менее мы попробуем это сделать с нашим гостем Александром Батовым, хорошо вам знакомым. Александр, привет. Добрый день. На самом деле поводов накопилось для разговора немало, но один из них просто невозможно обойти стороной, если мы всерьез интересуемся этой самой классовой борьбой. В Казани впервые за многие месяцы, я может быть даже не ошибусь, если скажу годы, рабочим удалось коллективно дать отпор собственнику, крупному хозяину. Было это со стороны немного похоже на боевик. Мы следили за этим в буквальном смысле в прямом эфире, благодаря трансляциям Трудового фронта, благодаря вашим постоянным публикациям. Я думаю, что об этом стоит поговорить подробнее. Что там происходило и каковы сейчас результаты? Не все детали можно раскрывать даже сейчас, но вкратце ситуация состояла в том, что на одном из объектов, который, кстати говоря, связан с предстоящим саммитом БРИКС в Казани. Так вот, на одной из очень важных строек корновщик, насколько я знаю, опоздал на свою смену. Это, конечно, дисциплинарное нарушение, за это положены какие-то взыскания соответствующие по законодательству. Но хозяин, видимо, был настолько недоволен, что он просто дал по морде рабочему. То есть, по сути, унизил его человеческое достоинство, поступил с ним как с холопом, как с быдлом каким-то. Рабочий не стерпел такого отношения, отдал сдачи, после чего был коллективно запинан этим хозяином и его холуями, и дальше завертелось. На самом деле ситуация, она, конечно, выпьющая с точки зрения нормального человека. Но не совсем редкая. Ну, не совсем редкая, да. Однако последствия оказались очень редкими. Дело в том, что корновщикам конкретно в Казани еще, наверное, пять лет назад, когда была знаменитая в то время забастовка, удалось сформировать некое сообщество, которое сохранилось по нынешние дни. И благодаря этому сообществу люди умеют не просто координировать свои усилия, но они проявляют солидарность друг с другом. Они работают по принципу один за всех и все за одного. И вот здесь-то как раз коса нашла на камень. То есть, когда стало известно, что рабочего избили, поднялась волна возмущения среди всех корновщиков Казани и не только Казани. И благодаря вот этой координации, налаженной еще в времена ОНИ, корновщики решили, что на объект, на краны этого господина, который позволяет себе так обращаться с рабочими, ни один корновщик не поднимется. И хозяин оказался в неожиданной для него сложной ситуации. То есть, он хотел в легкую обеспечить замену этому человеку, но внезапно ни один из известных крановщиков, ни один из тех, кому подрядчики или какие-то другие люди пытались найти замену, никто из них не согласился подняться на кран. И тогда вот этот господин решил погнать на кран людей неквалифицированных, тех, кто вообще не должен бы заниматься такими вещами, иди, а то уволю в один момент и так далее. И этот фокус тоже не удался, поскольку это является грубейшим нарушением действующего законодательства. Человек, не имеющий квалификации, не может управлять таким опасным оборудованием, как башенный кран. Крановщики эту ситуацию отслеживали, они вызвали полицию, была затем вызвана миграционная служба, которая навела в этом деле порядок. Попытки господина найти какого-то штрейкбрехера тоже разбились, потому что даже когда такого человека находили, сообщество крановщиков довольно популярно ему объясняло, что так поступать неправильно. Если ты предашь своих собратьев по ремеслу, то последствия будут негативны в первую очередь для тебя. И в конечном счете вот этот скандал довольно быстро, в течение буквально одних или двух суток разросся, привлек внимание прессы, в том числе и благодаря нашим усилиям. Ситуация стала очень неудобной, потому что стройка такая важная, и мероприятие такое интересное предстоит, а тут такой неприглядный скандал. В общем, прошло буквально 2-3 дня, всё это было накануне выходных, и поэтому суббота и воскресенье были перерывом определённым, когда обе стороны размышляли, что предпринять дальше. И вот, когда наступила новая рабочая неделя, состоялись переговоры, по итогам которых все претензии были урегулированы, корановщик и его собратья получили удовлетворение, и таким образом конфликт был исчерпан, рабочие победили. А что значит удовлетворение? Человека избили. Какое тут, может быть, удовлетворение? Ну, сам по сути, если следовать тому же действующему законодательству, то за такие вещи положена, например, компенсация. Компенсация морального вреда, компенсация материальная, и тому подобные вещи. Я не буду вдаваться в те подробности, которые сопровождали вот эти переговоры. Это не информация для разглашения. Но, тем не менее, по итогам, можем констатировать смело, и сам корановщик остался доволен теми компенсациями, теми уступками, на которые пошел работодатель, чтобы урегулировать с ним конфликт. И все сообщество констатировало, что да, проблема решена. Я, собственно, общался и с ним непосредственно, и с остальными корановщиками, и могу это подтвердить. Ну, то бишь, откупился хозяин, олигарх местный. Да, можно и так сказать. Можно считать это победой. Безусловно, это победа. А какие еще тут могут быть варианты? Уголовное дело, я не знаю, ответственность по закону, все-таки унижение человеческого достоинства. Мы, я думаю, хорошо понимаем, что если идти по этому пути, то на стороне работодателя окажется и суд, и прокуратура, и большая часть прессы, и государственная машина. Нельзя забывать, что вот этот господин является бывшим депутатом Госсовета Республики Татарстан. То есть понятно, какие у него связи, какое влияние. А самое главное, вот эта долгая судебная тяжба, бодания, они никакого ощутимого профита не принесут никому. То есть, понимаешь, рабочие хотят получить какую-то зримую, ощутимую компенсацию за причиненный им ущерб. И это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Где гарантия, что это не повторится опять, или с этим человеком потом хозяева, люди злопамятные, не попытаются расправиться? Ты знаешь, гарантий при капитализме вообще нет. Единственная гарантия, которая способна предохранить от негативного развития событий, это сохраняющаяся сплоченность, солидарность самих рабочих. То есть они должны держать ухо востро, должны постоянно быть в состоянии один за всех и все за одного все время, постоянно. Как только они расслабятся, естественно, их классовые враги попытаются отыграть все назад. Это акция, которую, наверное, правильно назвать забастовкой, в прямом смысле, да? С точки зрения юридической, ну, если опять же читать современные российские законы, это не забастовка. Но это, ну, скажем так, приостановка работы, что-то близкое, что-то близкое, по факту да. Это низовое явление, это не то, что вы направляли, координировали, то есть это то, что вас удивило. Это было выработано самими рабочими и является в прямом смысле низовой инициативой. Да, нельзя сказать, что это нас удивило, поскольку у нас уже некоторое время действует региональная организация трудового фронта, которая имеет давние тесные связи с крановщиками, со всем этим сообществом. И когда я, например, был в Казани, по-моему, прошлым летом, если я ничего не путаю, я уже на тот момент познакомился и с ними в том числе. Так что нас это не удивило. Нас, конечно, приятно удивляет, что они за эти долгие годы смогли сохранить вот это единство, сохранить форму саморганизации. И когда настал вот такой очень неожиданный момент, они очень быстро, оперативно и правильно среагировали. Но это именно низовая самоорганизация. То есть это не мы придумывали, это они сами сделали, а мы лишь вовремя поддержали всеми доступными нам способами. Имело ли это какой-то пропагандистский эффект за пределами Казани? Я видел вас также в Телеграме, как люди... Ну, там было обращение другого крановщика из другого региона, который призывал также брать пример, объединяться. Вот у людей получилось, может быть, и у нас получится. Да, это имело резонанс. Ну, во-первых, это сразу разошлось по крановщикам других регионов, поскольку у крановщиков вообще чат межрегиональный. Вот, там от Дальнего Востока до, там, допустим, Поволжья и так далее. Вот. Я, например, знаю, что некоторое время тому назад был создан чат некоторых крановщиков в Москве. И вот эта история придала импульс какому-то общению. И по нашей просьбе казанские крановщики туда добавились, чтобы делиться своим опытом. Я пока не могу сказать, что там какие-то грандиозные успехи и у всех горящие глаза. Москва все-таки специфический регион, с точки зрения и строительной отрасли. Но, тем не менее, определенный импульс это придало. Дальше я знаю, что, например, из Благовещенска один крановщик через наши уже каналы обратился к казанским коллегам, типа, ребята, научите, подскажите, я тоже хочу так же. И, наконец, очень интересная инициатива была у механизаторов. То есть выступил человек смежной специальности, а может быть, даже и не смежный, экскаваторщик, механизатор, который посмотрел наш ролик как раз о забастовке крановщиков 2019 года. И выход этого ролика по срокам плюс-минус наложился вот с этой истории, свежей. Он это все увидел, вдохновился и захотел сформировать профсоюз механизаторов. О чем и выпустил небольшое видео, которое пошло по чатам самих механизаторов. Мы это видео нашли, кстати, через крановщиков. Они тоже его увидели, им понравилось, они перекинули и нам. Мы сделали пост с этим видео, ты его репостнул, и автор этого видео нашелся у тебя в комментариях. И благодаря этому мы с ним познакомились и сейчас поддерживаем связь, в том числе общаемся по поводу того, как правильнее всего формировать профсоюз, профсоюзное ядро, какие бывают типовые ошибки и так далее, и так далее. То есть вот за такой короткий срок мы видим, что один этот эпизод в Казани оказался ценен не только сам по себе, как вот факт, что интересы рабочего защитили, притом успешно защитили, а именно как пропагандистский такой случай, который оказал определенное влияние на умы других рабочих из других регионов и других специальностей. Но это все-таки немножечко особенная ситуация, потому что у рабочих есть доступ к такому эксклюзивному оборудованию, его не каждому можно перепоручить, и, соответственно, заблокировав функционал этого оборудования, можно сделать работодателю очень неприятно, очень больно. Что происходит в целом, что происходит в других областях, где нет таких благоприятных обстоятельств, благоприятных условий? Действительно ли, учитывая низкую безработицу, с которой мы начали сегодня, конфликты, противоречия между рабочими и нанимателями являются такой ничтожной арифметической величиной? Ты знаешь, у крановщиков действительно своя специфика, это квалифицированные работники, которые занимают в строительном конвейере вот в этой цепочке такое место критическое, которое может заблокировать всю работу. Остановится кран, встанет вся стройка. И мы, конечно, понимаем вот эту специфику и понимаем, что нельзя механически смасштабировать их опыт, например, на дворников, условно, на каких-нибудь работников ЖКХ. Но, тем не менее, мне кажется, что этот пример в условиях, которые сейчас у нас есть, он играет и будет играть дальше пропагандистскую роль свою. И работники, которые находятся в менее выгодных условиях, они все равно будут присматриваться к этому опыту и думать над тем, как его применить в их собственных условиях. Вот, например, неделю назад нам написал рабочий, который работает за станком ЧПУ. И он тоже думает о том, как применить опыт крановщиков, а они же создали в свое время чат отраслевой. Вот он думает, как бы ему создать тоже такой чат и посредством этого чата попытаться хотя бы вовлекать своих коллег в какие-то диалоги о том, каковы условия их труда, какова оплата и так далее, и так далее. И он хорошо понимает, и мы тоже с ним понимаем, что нельзя просто взять опыт крановщиков и механически скопировать на его условия, потому что, ну, там и обучать оператора ЧПУ несколько легче, чем крановщика, и станков больше, чем кранов на стройке. Соответственно, остановился один станок, работодатель может легко перебросить нагрузку на другие станки. Но, тем не менее, он задумался, и такой пропагандистский эффект стал возможен именно потому, что обстановка в целом она очень неспокойна. То есть, мы, конечно, знаем замечательную российскую вот эту статистику, что у нас не просто безработица на рекордно низком уровне, у нас индекс счастья зашкаливает, у нас чуть ли не большинство населения считает себя счастливыми людьми. Да, что-то типа этого. Ну, то есть, вот до 146% дотянуть, и всё будет хорошо. в сельском хозяйстве дефицит рабочих рук 200 тысяч человек. А ты знаешь, я много уже читал за последние полгода историй на тему, что сознание работодателей никак не может перестроиться. Они всё привыкли, как в 90-е и отчасти в нулевые, что есть очередь за забором. И именно с этих позиций они общаются с работниками. Ну, то есть, как обычно, сверху вниз, по-хамски, не нравятся вали и так далее, и так далее. А очереди за забором уже нет. Во-первых, действительно страшный дефицит рабочей силы. Во-вторых, известные события, они тоже внесли свои коррективы в миграцию этой рабочей силы, я имею в виду внутреннюю по России, потому что сейчас оборонка очень много на себя тянет, и там люди работают в три смены, туда вваливаются огромные деньги. А там вообще можно какие-то трудовые права пытаться защитить, без риска быть поставленным к стенке? Можно, можно, безусловно, но надо понимать, что там очень многое будет решаться не по закону. И если ты хочешь защитить свои трудовые права, то поменьше нужно оглядываться на бумажки, и побольше нужно смотреть на фактическое соотношение сил, на фактическое положение дел. Плюс ко всему трудовая миграция, ее поток значительно изменился, и мы видим, как сейчас власти, чтобы разжечь, так сказать, пламя патриотизма, активно педалируют межнациональную ненависть. Эта пропаганда льется на нас сверху изо всех щелей, изо всех ресурсов, и это дает свои плоды, я имею в виду обострение межнациональных отношений, и это дополнительно способствует оттоку мигрантов и, следовательно, росту дефицита рабочей силы. А тут еще и наши непобедимые успехи в СВО немножко намекают на то, что, может быть, понадобится еще людей рекрутировать, чтобы победы стали еще более внушительными и победительными. Вот. И таким образом мы видим, что работодатели, коллективный работодатель, коим является государство, загоняет саму себя в определенную ловушку. И выход из этой ситуации, оно видит в традиционных для капитализма, и особенно российского капитализма, методах. Это методы кнута и кнута. То есть, всемерное использование силовых способов разрешения трудовых конфликтов. Ну, не только число потенциальных читателей вашего телеграм-канала пополнить должны бы уже, наверное, и дети, которых активно подключают к исполнению различных производственных задач. Но ты заговорил о межнациональной дружбе. Это очень многочисленный отряд трудящихся. Вы отслеживаете, что происходит в этой связи после того, как начались массовые совместные проверки с участием русской общины, северного человека и полиции на стройках, на овощебазах и других объектах по всей стране? Да, мы отслеживаем. Я не могу пока сказать, что у нас какая-то цельная или достаточно полная картина, но в поле нашего зрения попадают разного рода эпизоды этой самой межнациональной дружбы. И я могу сказать, что сами мигранты, вот мы привыкли оперировать этим обобщенным образом, но сама эта среда очень неоднородна. Очень неоднородна и по национальному составу, и по взаимоотношениям, и по квалификации, и по оформлению, и так далее, и так далее. То есть я, например, видел в той же Казани около месяца назад, мне прислали видеоролик, где, ну, собственно, видимо, миграционная служба, а может быть, вот эти разного рода северные или какие-то там еще люди вместе устроили рейд на стройку, положили кучу народу мордой в асфальт, как говорится, стройка разные мигранты по-разному комментировали эти события. То есть кто-то достаточно равнодушно к этому относился, потому что вот они не оформлены, они там вообще занимаются каким-то низкоквалифицированным трудом, а вот я оформлен, у меня все нормально, меня так тронуть не могут. Вот. Кто-то выражал им сочувствие, кто-то демонстрировал полное непонимание, почему такое происходит, или же, ну, типа это обычно, это везде так-так, всегда делают. Вот. А вот плюс ко всему, может быть, ты видел, у нас вчера, кажется, выходил пост под названием «Рабочая борьба, за которую стыдно». Вот. Ролик с Казани как раз с той же самой стройки, где крановщики победили, там аккурат за день до этого, вот, соответственно, позавчера, если я ничего не путаю, массовая драка, при том, до такой степени, что в ход пошли камни и арматура, и полиция была вызвана, и стройка была оцеплена, потому что сложилась действительно угроза жизни тех же самых прохожих. По-моему... дрались рабочие с рабочими? Да, отделочники с монолитчиками. Вот. Дрались... И те и другие... Друг с другом. И те и другие мигранты имели. И те и другие мигранты, но я не уловил детали, возможно, из разных стран. Узбекистан, Таджикистан, я думаю, ты знаешь, что первые это тюрки, вторые к Ирану ближе по, так сказать, языковой семье и так далее. И поэтому между ними тоже трение и разного рода проблемы бывают. А началось все с того, что кто-то, ну, насколько я знаю, не очень аккуратно потоптался на кафельной плитке или что-то в этом духе. То есть, казалось бы, ну, повод пустяковый. То есть, там, ну, можно поругать друг друга, да? А вылилось это в массовое побоище. И, конечно, это льет воду на мельницу разного рода. Нацистам, да, националистам, которые тычут пальцем. Ага, вот вы защищаете этих дикарей, там, и так далее, и так далее. Но мы-то понимаем, откуда все это на самом деле берется. Когда люди днями, неделями, месяцами и годами работают в совершенно скотских условиях, помыкаемые всеми, не имеющие элементарных человеческих прав, когда они работают, грубо говоря, от зари до зари, и весь их кругозор ограничен только стенами бытовки или общежития, где, ну, что там, телевизор, доводка, грубо говоря, да? Когда они получают за свой труд копейки, и все это происходит постоянно, и конца края этому не видно, и жизнь сама для них превращается в одну сплошную безысходность, потому что выхода из этой ситуации нету. Ты горбатишься годами, чтобы обеспечить свою семью, не для того, чтобы жить лучше, купить там дом или еще что-то, а для того, чтобы просто не сдохнуть с голода. Так вот, когда ты живешь в таком режиме, естественно, внутри тебя копится злоба, ненависть по отношению к этому устройству. И если у тебя нет достаточных знаний, теоретических, да хотя бы общеобразовательных, то понятно, что эта злоба становится слепой, и она прорывается по малейшему поводу, достаточно искры, достаточно просто неосторожно толкнуть человека, да, чтобы это прорвалось. И это, кстати, хорошо видно не только по мигрантам, но и по нашим родным, исконно русским рабочим. То есть, просто вот побывать в утренней электричке областной, да, в московской даже области, и ты увидишь, как эта злоба просто концентрируется в вагоне, как едут угрюмые люди на работу или вечером с работы, уставшие, как собаки просто, да, и достаточно малейшего неосторожного слова или там кто-то кому-то по ноге оттоптался, и начинается иной раз такая ругань, такая перебранка, люди в глотки друг к другу вцепиться готовы. То есть, индекс счастья немножко обманчив. Немножко, да. Но ведь то, что люди готовы это в общем никак не угрожает положению правящего класса абсолютно. Совершенно верно, но это показывает нам, что зреют гроздья гнева и что наша задача состоит в том, чтобы правильно все это направить. То есть, пропаганда, агитация, организация. Три вот этих кита, на которых мы стоим. Но я все равно не могу понять логики. С одной стороны запускаются рейды для того, чтобы внезапно такое ощущение, что эта проблема выросла вот буквально в последние месяцы, ранее ее не существовало и купировать ее нужно вот именно сейчас. И причем такими способами, я не знаю, приходилось ли тебе слышать аргумент в защиту этой практики, дескать, в Советском Союзе тоже были дружинники. И они следили за порядком на улицах. С одной стороны это, с другой стороны нескончаемый вопль олигархов, работодателей, хозяев, бизнесов о том, что некому работать. Дефицит рабочей силы. С третьей стороны ведется усиленное такое побудительное рекрутирование тех, кто не успел убежать из числа приезжих рабочих в ряды вооруженных сил. Как эти разнонаправленные процессы можно объяснить? Это какая-то шизофрения бюрократическая, в этом есть план, которого мы не понимаем? На мой взгляд, вот все то, что ты описал, это отражение реальных противоречий, которые затягивают правящий класс во все более глубокую воронку, если так можно выразиться. Все по классике на самом деле. То есть правящий класс, оказавшись в кризисных условиях, а кризис он идет, и мы деградацию наблюдаем, и экономическую, политическую, хозяйственную, какую угодно, она велотекущая, она привычная, лягушку варят, медленно, и она не всегда это замечает, но тем не менее все это есть. И узел противоречий завязывается все туже, и правящий класс, правящая верхушка оказывается в ситуации, когда для того, чтобы удовлетворить аппетиты собственно свои, да, олигархов, тех, кто реально правит нашей страной, нужно поступить одним образом. Для того, чтобы подстегнуть патриотизм, нужно поступить противоположным образом. А тут еще китайские партнеры не хотят газ покупать даже со скидкой. А тут еще западные санкции, мы хотели бы вернуться в семью цивилизованных народов и возглавить крестовой поход против там всяких этих варваров. Но в то же время мы с этими варварами вынуждены дружить против тех, с кем мы хотели бы подружиться. И вот этот тугой узел противоречий с каждым месяцем становится все туже и туже. И вот эти шарахания, которые ты описал, они по сути означают попытки правящего класса то тут метнуться, что-то подправить, то там что-то подлатать. Они не знают толком, что надо делать, они пытаются и тут угодить, и тут подтянуть, и там залатать, и здесь как-то усилить. А в итоге получается то, что получается. сплошные прорывы. Акция крановщиков это не единственное общественное движение последних месяцев, о котором, мне кажется, стоит поговорить нам сегодня. Внезапно напомнили о себе студенты. И эта весна была отмечена такой же крупномасштабной распространившейся на разные города и регионы акции студентов против, казалось бы, ничтожного по нынешним-то временам, после разнообразных досок Маннергеем и многократно открывавшихся памятников царям, белогвардейцам, всем прочим, достойным гражданам, почетным гражданам нашей страны. Поводом для возмущения стало то, что профессора Дугина, знаменитого нашего философа, делегировали руководить учрежденной при посредничестве олигарха Малафеева школой высших политических исследований имени Ильина. Казалось бы, ну мелочь, но она спровоцировала я не припомню за последние годы такой организованной распределенной резонансной кампании против. Да, все так, и это тоже свидетельство того, насколько наше общество сейчас разогрето в единстве вокруг лидера нации и все такое прочее. Индекс счастья. Да, в том числе и молодежь, как она себя чувствует, как она ощущает себя, как она готовится поступать на работу дальше и так далее. Вот, но вот это явление, оно, на мой взгляд, очень противоречивым оказалось. Я сразу оговорюсь, что я не владею всей полнотой информации, так сказать, поскольку, ну, я далеко уже не студент и в это движение оказались с самых первых дней вовлечены активно наши комсомольцы. Ну, собственно, они сами и студенты, в том числе и в московских вузах, и многие из них вот прямо с первых дней участвовали активно в этой компании. Но в чем ее противоречие? в том, что эта компания ситуативно объединила разнородные слои студенчества, которые оказались искренне возмущены тем, что происходит, они все объединены тем, что они против Ильина, против мракобесия, против Дугина и его идей. И это совершенно правильно. Но вот за что они? Здесь очень-очень разные мнения, и скорее это напоминает лебедя, рака и щуку. С самого начала большую роль в этом протесте и в первую очередь в РГГУ играли активисты КПРФ со всеми свойственными им плюсами и минусами. Ну, плюсы тут тоже есть. Это, конечно, и близкие связи с депутатами, возможность привлечь их для решения каких-то вопросов, начиная от депутатских запросов и заканчивая проведением митинга. По-моему, 3 мая как раз в Москве был митинг в форме встречи с депутатом. Это само по себе уже исключительное явление в нашей насыщенной политической жизни. Но есть и минусы. И если говорить в целом о движении, то как бы ребята не декларировали то, что у них там демократия, плюрализм, это низовая инициатива студентов и исключительно она и так далее, и так далее, на самом деле наши комсомольцы наблюдали целый ряд регрессивных явлений, начиная от затыкания рта несогласным, попыток причесать все это движение в угоду каким-то отдельным лидерам. И вот когда была выпущена на сайте РКСМБ статья с очень аккуратной, даже не критикой этого движения, а скажем так, вопросами, потому что уже несколько месяцев как ходили слухи, циркулировали всякие идеи в этом движении, что а давайте преобразуемся в антифашистский фронт. Вот, и наши комсомольцы задали вопрос, хорошо, антифашистский фронт это правильно, но для того, чтобы преобразоваться и при этом не развалиться, да, нужно почетче определиться с тем, что такое фашизм и антифашизм. Да, потому что трактовки есть разные. Сейчас вот Лукашенко с Зюгановым встречались на неделе, они будут проводить второй антифашистский форум в Минске. Вот, вот, а я еще напомню, что под эгидой Министерства обороны Российской Федерации был тоже антифашистский форум. Будет новый, еще один. Да, и вот Шойгу выступал, и прочие у нас есть, верховные антифашисты есть и так далее, и так далее. Ну, вот как бы тоже антифашизм. На этом фоне прерву тебя замечательно, просто смотрится выступление подполковника МВД из Московного Долгопрудного, рассказавшего о планах, утвержденных на самом верху по легкому осветлению зачерненных центральных регионов страны. Да, тоже вот такой антифашизм очень характерный. И поэтому наши ребята, собственно, задавали вопрос, что надо бы с этим определиться, то есть вы против какого фашизма и вы за какой антифашизм, потому что если с этим не определиться, тогда рано или поздно так или иначе движение начнет разваливаться, расслаиваться на разные тенденции противоборствующие, да, чего, конечно, нам бы очень не хотелось. Нам бы хотелось, чтобы это движение развивалось и крепло. Однако эта статья, насколько я знаю, вызвала бурю негодования у верхушки этого движения, которое тесно связано так или иначе с КПРФ, полились какие-то там возмущения, и, к сожалению, для излияния своего возмущения была избрана площадка простых чисел, был там пост с очень некритическим, на мой взгляд, материалом в адрес наших комсомольцев. То есть там очень недостоверно, скажем так. Ну, а тебе не кажется, что это логично, что когда такое внезапно выползло, у меня было полное ощущение, что никто не предполагал, что студенты упрутся и взбрыкнут. естественная реакция власти попробовать это возглавить. И то, что разными окольными путями, ну, мы увидели, какие выдающиеся деятели марксистского движения выступили против Ильина тоже, и когда это все-таки удалось в той или иной степени канализировать, нейтрализовать или направить в необходимое безопасное русло, в конце концов, ну, как же можно порицать людей за то, что они недовольны фашизмом, особенно в сегодняшних обстоятельствах. Когда это удалось, ну, наверное, все-таки не так важно, что это удалось, важно, что было возмущение, первоначальный импульс был. Да, ну, ты знаешь, мне не кажется, что тут прям есть какая-то рука власти или еще чего-то, вот, мне кажется, вполне достаточно оказалось того, что во главе всего этого движения ситуативно встали люди непоследовательные и идеологически, ну, не имеющие вектора, то есть, ну, что такое КПРФ и какова ее идеология, ты прекрасно понимаешь, я думаю, и даже те прогрессивные, плюс-минус, нормальные, договороспособные элементы, которые там есть, они все равно стараются за буйки не заплывать, и поэтому вот эта верхушка, опять же, насколько я знаю, насколько я видел, избрала для себя тактику замалчивать противоречия, замазывать какие-то разногласия, не называть имен, давайте ни с кем не ссориться, и в конце концов они все-таки преобразовались вот в этот антифашистский фронт, или как у них это называется, несколько дней назад, вот, их, кстати, отрепостил Клим Жуков, вот. Вот, кстати, Клим Саныч, это как раз пример того, как удается в нужное русло завести и направить, потому что он же был одним из самых заметных критиков этой идеи, с Элины, на него тут же был направлен калибр всех крупных телеграм-зет-ресурсов, понятной направленности ресурсов, и, фактически, человека принудили совершить каминг-аут, окончательно определиться, если раньше ему удавалось балансировать, маневрировать между некоторыми крайностями и различными точками зрения. Это сейчас пришлось однозначно присягнуть, заявить о своей лояльности. Да, это так, но я думаю, что здесь не то, чтобы прям вынудили, скорее всего, Клим Александрович поправился, просто для него мне кажется, главное, это все-таки коммерческая сторона блогинга, то есть я лично с ним практически не общался и не знаком, но, исходя из того, что я видел, человек совмещает определенные прогрессивные взгляды с зарабатыванием денег. Вот, я это не осуждаю. Меня поэтому удивляет, когда левая вот эта аудитория, потребители контента, по большому счету, они сперва очаровываются какой-то фигурой, а потом разочаровываются. Мы-то думали, что он такой, а он оказывается сякой. Ребята, если вы думаете, что блогер вам чем-то обязан, вы глубоко ошибаетесь. он обязан вам выдавать контент, который вам интересен. Если он вам не интересен, вы уходите к другому. Если вы думаете, что блогер обязан политической позиции, принципиальностью и так далее, нет, вы перепутали. Это отношения партийные. Не блогер и аудитория, а, допустим, партийный, не знаю, идеолог, теоретик, вождь, как угодно назовите, и партийный актив, который может с этого человека спросить по уставу и который сам не сидит у телевизора или у Ютуба с попкорном, а работает в поле. Разве на блогере, проповедующем марксизм, нет ответственности по части соответствия тому, что он проповедует? Спроси у Стасика и как просто продаться. Он же проповедовал одно время марксизм. Ну, как бы, понимаешь, да, у блогеров нет вообще никакой ответственности ни перед кем, кроме действующего законодательства, по большому счету. Если мы всерьез говорим об ответственности перед товарищами, не просто какой-то массовкой аудитории по ту сторону экрана, то мы сразу переходим к партийным отношениям. А партийные отношения — это совсем другой уровень требовательности и к человеку, который вещает, и к людям, которые слушают. Это совсем другая история. Есть точка зрения, что сегодняшняя весьма прохладная, несмотря на отдельные сполохи классового сознания среда, обстановка она не подходит, она еще не созрела, она не позволяет задумываться о серьезном партийном строительстве, о создании партии. И мне самому часто приходится слышать комментарии с требованием что-нибудь создать, что-нибудь возглавить, что-нибудь осуществить. И очень много разочарованных тем, что еще не создано, не возглавлено и не преобразовано. А все-таки как к этому правильно относиться? Пришло время для партии или пока это такой гипотетический конструкт? Смотри, это вопрос очень непростой, и чтобы изложить его подохочивее, я оттолкнусь от крайностей. Это всегда наглядно. Я вижу здесь два крайних подхода. Первый подход состоит в том, что время не просто пришло, а надо уже в припрыжку учреждать, декларировать, махать флагами и так далее, и так далее. Ну, собственно, за примерами далеко ходить не надо. Одна из групп недавно сформировала очередную самую правильную коммунистическую партию, провели учредительный съезд, там, по-моему, около 20 человек было, если я не ошибаюсь, вот они сейчас формируют региональные организации. Там есть весьма достойные люди, которых я лично уважаю, и с которыми мы сотрудничаем, вот, есть там и сомнительные люди, вот, и вот то, что они продекларировали, мне кажется, крайне преждевременным, мягко говоря, вот, то есть вот это одна крайность, я почему говорю, что это крайность, потому что для того, чтобы действительно создать коммунистическую партию, мало ее продекларировать, и я чуть попозже объясню, почему, а пока что о другой крайности, она состоит в том, что сейчас не время, не время для политики, не время для практики, глухая реакция, поэтому надо сидеть, читать книжки, заниматься исключительно теорией, на мой взгляд, это такая же вредная, вредная крайность, мы всегда стараемся придерживаться принципа теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Что является практикой сегодня? Практикой может быть пропаганда, практикой может быть написание статей или теоретических работ, это тоже практика. Вот смотри, даже если мы согласимся с тем, что это практика, это вопрос дискуссионный, но окей, пусть будет так. Что лучше, когда, скажем, 10 публицистов или 10 пропагандистов, каждый дудит свою дуду, создают 10 независимых там, YouTube-каналов или Telegram-каналов, или когда это делается коллективно, согласованно, по единому плану, по единой программе? Я думаю, ответ очевиден, что когда ты объединяешь усилия, это эффективней, правильней, лучше. Во всяком случае, если вы вместе утвердили какие-то программные принципы, согласились с ними и следуете им. Иными словами, организованный коллективный труд всегда лучше, чем труд одиночек, которые действуют в разнобой, хаотично, иногда противоречат друг другу, иногда не в попад, не поддерживают друг другу и так далее, и так далее. Может, в этом проблема, что все сейчас более или менее серьезные марксисты по-разному смотрят на происходящее, предлагают разные трактовки, а поэтому и организационного объединения некому и не на чем создавать? Я с этим не согласен. Может быть, есть те, которые по-разному смотрят, я не знаю, кого именно ты причисляешь к серьезным марксистам, но я вижу другой отряд марксистов, те, которые одинаково смотрят на происходящее и на прошлое, и на будущее, и, соответственно, те, которые действуют согласованно в рамках единой организации по единому плану. Иными словами, нет такой ситуации и сейчас, в эпоху перегнившего империализма, не может быть такой ситуации, чтобы коммунистам, как организованному отряду, нечем было заняться. Не может быть такой ситуации, чтобы не нужна была коммунистическая партия. Вот это просто нонсенс. Но для того, чтобы ее создать, вот я возвращаюсь к тому вопросу, недостаточно просто прокукарекать об этом на всю Ивановскую. Чтобы действительно создать настоящую, не на бумаге, а на деле коммунистическую партию, нужно выполнить целый ряд условий. Одно из них, на мой взгляд, одно из самых главных, это живая связь со своим классом. Без этого мы получим секту леваков, очень умных, очень хороших людей, которые варятся в собственном соку, провозглашают какие-то истины, но не способны донести эти истины до тех, кому они по идее как бы предназначены должны быть. Вот, это первое условие, и оно уже накладывает фундаментальные обязательства на коммунистов и их работу. Дальше, конечно, это очень серьезная теоретическая и идеологическая работа. Если вы вздумали объединяться в партию, не придя к единому знаменателю по поводу того, что такое социализм, что такое коммунизм, чем являлся социализм XX века, как вы относитесь к его ошибкам, проблемам, недостаткам и к его достижениям, а каким будет коммунизм или социализм в XXI веке и так далее, и так далее. Как вы относитесь к тому, к сему, к пятому, к десятому? Вот без всего этого любое объединение будет непрочным, и оно тут же развалится по мере роста этого объединения, как только действительно столкнутся какие-то разные точки зрения, и тут окажется, что у вас нет единой позиции, а вы это забыли. Так это и происходит, вон мир системы определить не можем, и это не единственный по поводу которого собачься. Это происходит у многих леваков, поэтому, чтобы на эти грабли не наступать, требуется очень серьезный уровень теоретической и идеологической работы. И еще один аспект, о котором я должен упомянуть, опасности. Настоящая коммунистическая партия, имеющая связи со своей социальной базой, она, естественно, может и будет действовать. И ее действия, естественно, будут вызывать большое раздражение у правящего класса. И более того, мы понимаем, что в условиях современной России, Украины и многих других стран, их все больше и больше, выполнять подлинно коммунистическую программу, сочетая это с исключительно легальными условиями, невозможно. Мы вынуждены будем использовать тот опыт, который был для нас наработан большевиками в царское время и многими другими движениями 20 века, скажем так, которые в очень сложных условиях работали. Так вот, для того, чтобы создать живую коммунистическую партию, которая будет устойчива и которая не развалится от первых же ударов, нужно очень тщательно продумывать все вопросы безопасности. Это большой и многогранный вопрос. Поэтому, отвечая на твой изначальный вопрос, я хочу ответить на него так. Время для коммунистической партии, конечно, пришло. Оно пришло не сегодня, а я бы сказал вчера. но строить ее путем кукарекания на всю Ивановскую это смерти подобно. Сейчас у нас есть российский трудовой фронт, который выполняет одну из важнейших задач, нарабатывает те самые связи с пролетариатом, не пользуясь красными вывозками, не пользуясь какими-то измами, поскольку мы понимаем, насколько много стереотипов и предрассудков среди обычных трудящихся по поводу красных знамен. И спасибо в кавычках господам из КПРФ и их последователям, которые... Да и в целом событиям двух с половиной лет последние. Да, совершенно верно. Но, тем не менее, текущая деятельность трудового фронта это очень важное подспорье в строительстве коммунистической партии, которая уже ведется, конечно. И мы прорабатываем все вопросы, о которых я сказал. И программные вопросы, и теоретическая учеба. Ну, собственно, о том, что у нас сеть кружков есть, ты тоже знаешь. И вопросы безопасности, и много-много чего вплоть до солидарности с зарубежным коммунистическим движением. и готовность, она не будет заключаться в том, что мы прокукарекаем. Вот, пожалуйте, у нас теперь новая, очередная, истинная марксистская партия. Готовность, она будет состоять в том, что мы поймем, что здесь, здесь, здесь мы как бы способны противостоять буржуазии, мы способны сберечь свою работу, даже если удары будут со всех сторон на нас сыпаться, мы способны не потерять связи с рабочим классом, иными словами, эта организация способна эффективно бороться против и репрессивного механизма, и других невзгод, с которыми мы можем столкнуться вследствие империалистической войны, да, и способна будет эффективно заниматься пропагандой, агитацией организацией. Эта работа ведется. Ты сказал, что нужна для этого, тем не менее, важные условия для этого необходимы, которые должны быть соблюдены, это связь с классом, если класс в несознанке находится. Это не совсем так. Что даст эта связь? Понимаешь, мы, конечно, говоря о миллионах, о десятках миллионов, мы констатируем, что пациент не находится в сознании в классовом, да, и в массе своей либо апатичен, либо недоволен и изливают свое недовольство куда попало. Но здесь важна тенденция. Мы видим, что все больше и больше людей, которые осознают, задаются вопросами и ищут ответы на эти вопросы. И если раньше этих людей были буквально единицы, то сейчас может быть их уже десятки. каждый такой человек это потенциальный пропагандист и агитатор и организатор в своем трудовом коллективе. Пока что наиболее типичная картина это одиночка, который осознал, понял, связался, общается с нами, поддерживает контакт, и мы его снабжаем материалами и так далее, и так далее. И он пытается как-то вести свою работу в трудовом коллективе. Не получается, конечно, люди отмахиваются, но вода камень точит, и когда петух жареный клюет, а такое все-таки бывает регулярно у всех, люди уже вспоминают. А вот этот-то Петрович нам, оказывается, что-то говорил по этому поводу, а давай-ка мы у него спросим. То есть эта работа, конечно, в долгую, она не даст тебе сразу с места в карьер миллионные массы, но таких людей становится все больше и больше, и это дает обоснованную надежду на то, что ситуацию удастся переломить. Вы делаете какие-то в долгую пассы руками под одеялом, чего-то там конструируете, чего большинство не знает, не видит со стороны, а в это время реакции, силы реакции сгущаются, уничтожаются последние оставшиеся буржуазные свободы, и к моменту, когда там птенец будет готов из яйца появиться на свет, уже никому он не будет нужен даже в качестве яичницы. Вы теряете время вместо того, чтобы объединиться с теми, может быть, и не до конца солидарными с коммунистами оппозиционными силами, которые отстаивают эти самые буржуазные свободы. Вот как следовало бы себя вести. Пропассы под одеялом это в мемы пойдет, я чувствую. Эмоции понятно, и на самом деле нам такой аргумент нередко предъявляют люди эмоциональные именно, у которых душа болеет, которые видят, что все вокруг рушится и все такое прочее, и надо же срочно куда-то бежать и что-то делать, как говорится, снимать штаны и бегать. Вот этим примерно занималась коалиция Справедливый мир перед последними выборами царя-батюшки и так далее. Но на самом деле искать потерянное нужно не там, где светлее или легче или быстрее, а там, где потерял. А потеряли все левые именно в среде рабочего класса. Именно вот этой смычки они наладить не могут, и именно здесь-то нужно найти тот самый ключ, который является ключом к победе. Что касается буржуазных прав и свобод, это очень дискуссионный вопрос, мы даже с товарищем Осиным не так давно спорили по этому поводу. С одной стороны, никто не спорит, что буржуазные права и свободы нужны и важны. Конечно, бороться за наши цели было бы гораздо легче и выгоднее, если бы эти права и свободы были, чем сейчас, когда их нет. Хотя вот, кстати, у профессора Попова они и есть как ты знаешь, его же никто не хватает за пропаганду марксизма, значит, все хорошо. Но давай зададимся вопросом, а кому еще нужны права и свободы вот эти самые буржуазные в Российской Федерации? Вот одно дело та ситуация, которая была в Российской Империи. Я сейчас не буду углубляться в анализ, в исторические параллели, потому что я сейчас большую статью на эту тему пишу и не хотел бы спойлерить, как говорится. Но речь-то понятно о ком. Господа леволибералы нас толкают в объятия либеральной оппозиции, которая, дескать, вот тоже против проклятого диктатора за права и свободы и так далее, и так далее. Вот надо слиться с ней в экстазе. Тем более они такие хорошие полудни против Путина проводят, что сам Путин потом их благодарит, ну и так далее. Так вот, я хорошо помню, что такое эта либеральная публика по октябрю 93-го года. Застал я все это дело, присутствовал там, побывал накануне расстрела и так далее, и так далее. Я знаю, что от современного российского либерализма до фашизма буквально полшажочка. Этим господам не нужна никакая буржуазная свобода и демократия. Точнее, нужна в какой интерпретации буржуазная демократия, это демократия для буржуазии. А с пролетариатом они могут расправляться точно так же, как и делали до этого. Они не являются союзниками рабочего класса, на них невозможно полагаться. И те же протесты, например, на Болотной площади, они в свое время очень хорошо это показали. Потому что мы видели и у того же товарища Осина целая книга есть на эту тему. Мы там активно участвовали, борясь с либеральным влиянием, и видели, как эти господа и их левые лакеи на трибуне активно уводили народ в сторону от классовой борьбы. И даже пытались подавить, замолчать, заглушить любые ростки самоорганизации. А ведь там много было низовых инициатив. То есть приходили люди реально воодушевленные тем, что происходит. Вот наконец-то народ поднялся, а давайте объединяться там по районам, а давайте там чуть ли не фабричные комитеты создавать. Много было инициатив, разной степени наивности может быть, но господа, которые вели все это дело, по сути, при помощи властей, они все это подавляли, замалчивали, порицали и так далее. И они, как Моисей по пустыне, водили протестующих, пока не завели окончательно в тупик разочарование. Что же касается либералов прям совсем современных, то мы хорошо видим, что эта публика на самом деле ничем принципиально не отличается от охранителей. Они тоже считают, что есть менее реакционная буржуазия. Просто если охранители считают таковой родную, свою, то, господа либералы, менее реакционной буржуазии считают натовскую, американскую, европейскую. Французскую. Французскую, да. И таким образом те и другие предлагают рабочим таскать каштаны из огня или, прямо скажем, кровью умываться за интересы той буржуазии или другой буржуазии. Подожди, ну вот же есть Народный фронт, Меланшон. И чего? Ну и вот какой конкретный результат? Что там с премьер-министром Франции получилось? Ну, как бы ребята подслились, ребята помогли там подсадить нужных людей из буржуазии, после чего у них начался разброд, шатание, закричали, ой, нас предали, оказывается. Соцпартия-то, мы думали, что она такая, а она оказалась сякая и пошло-поехало. Ну, в общем, как в обычной буржуазной коалиции. И ведь нынешний Народный фронт это просто бледное подражание гораздо более громкого и оглушительного успеха, который мы лицезрели лет 10 назад в Греции. Сириза? Да не просто какой-то Народный фронт, а коалиция радикальных левых. Они прямо так и назывались. Там и мауисты, и анархисты, и троцкисты, и всякие прочие очень радикальные революционные люди. И вот они пришли к власти. Компартия Греции оказалась посрамлена. И чем все закончилось? И кто оказался прав, как не Компартия Греции в итоге? Ну, как бы, что тут еще скажешь? Понимаешь, завершая мысль, я не против коалиций, не против любых фронтов, но скажем прямо, такие фронты и коалиции имеют право на существование только в одном случае, когда сам рабочий класс достаточно силен, достаточно организован, в достаточной степени сознает свои коренные классовые интересы, иными словами, когда он представляет собой силу, с которой приходится считаться. Если же рабочий класс слаб, раздроблен, если он в такой коалиции может играть только роль ведомого, то его, естественно, будут лупить, его будут обманывать, подставлять, и никакого смысла в таких коалициях нет и быть не может. И здесь абсолютно прав Ленин, который говорил, что в коалиции можно входить хоть с чертом. Важно, кто кого объегорит, черт тебя или ты черта. Вот хороший пример иранской революции так называемой. Ведь там, когда еще шах сидел при престоле, очень сильны были левые и коммунисты в том числе. И вот, с одной стороны, коммунисты наносят таран по шаху, с другой стороны, исламисты, реакционеры, за которыми стояла американская, понятно, буржуазия. Коалиция. И чем она закончилась? Развешиванием членов партии ТУДЭ на фонарях. Совершенно верно. В такой коалиции, когда выступают разнородные силы, прости за цинизм, важно, кто потом кого первый перережет. Ну, нам предлагают готовиться к тому, чтобы обыграть черта. А для этого нужно иметь силы. И силы, и мозги, и организованность, и массовость, и влияние, и все прочее, о чем мы с тобой уже говорили. Выражаясь по-другому, нужно иметь то, чем обыгрывать. Совершенно верно. И я более того думаю, что если мы в Российской Федерации доживем вот до такого уровня, когда нам есть чем обыгрывать, то может быть и коалиции окажутся ненужны. Это, конечно, зависит от соотношения классовых сил и от того, в каких условиях окажется страна и с учетом мировой обстановки. Рассуждая о том, в каких условиях завтра всем можем оказаться, а может быть рабочий класс становится постепенно выгодоприобретателем от более или менее успешно продвигаемых империалистических интересов. Особенно, если приходят такие обнадеживающие сводки. Такое, в принципе, не исключено, потому что это бывало в недавней истории одной замечательной страны, которая отдала, в общем-то, дорогу социализму с национальной спецификой. Я имею в виду, конечно, Германию во главе с одним художником. Вот. И рабочий класс был в значительной степени запуган, в значительной степени подкуплен. Я имею в виду тот период вплоть до, наверное, сорокового года, когда Германия молниеносно захватывала сопредельные страны и вывозила оттуда активно всякое добро. И, в общем-то, немецкому рабочему, наверное, не так уж плохо жилось. Хотя... Получили осязаемый профит. Да, совершенно верно. А потом что-то пошло не так. Вот если мы посмотрим на события после 24 февраля 22 года, то складывается крамольное ощущение, что с самого начала что-то пошло не так. И пока что, вот поддерживая связь с рабочими самых разных отраслей, самых разных регионов, и оборонка тебе тут, и сельское хозяйство, и строительные отрасли, освобожденные так называемые территории, и старые исконные территории, мы видим, что нет. Что-то не обламывается российскому рабочему классу. Вот Малафееву обламывается. Вот Донецкий завод, который занимается металлургией, да, он уже с молотка ушел господам из Москвы. Вот. Вот земли на новых так называемых территориях, они уже там попилены, вставлены меточки, частная собственность. А простым людям что-то как-то нет, он повышение тарифов очередное, повышение квартплаты, повышение всего, кроме зарплаты. Ну, кто-то, тем не менее, радуется повышенному удовольствию, превращает это в квадратные метры, в некоторых регионах строится интенсивное жилье. Да, строится, строится, а вот как оно заселяется, кем и за какой счет, это большой вопрос. В Китае это еще больше строится, там целые города есть, пустые, абсолютно, а с другой стороны, массы бездомных, все как при классическом капитализме, с одной стороны бездомные люди, с другой стороны безлюдные дома. Мы с тобой два с половиной года назад в одном из эфиров, да, в общем, практически сразу же сказали, что перед нами разворачивается новый акт мировой империалистической войны, в которой сложились уже фактически конкурирующей группы, конкурирующие лагери. Тогда слово Китай вызывало у многих ухмылку, недоумение. Сегодня, когда китайские эсминцы участвуют в параде морском в Санкт-Петербурге, а российская эскадра производит учебные стрельбы в Южно-Китайском море, никого уже такие аналогии и размышления, рассуждения не коробят, как будто бы это данность, как будто бы все знали, все понимали это с самого начала. К чему гребем и к чему готовится рабочему человеку? Да, в общем-то, наши прогнозы, о которых мы с тобой говорили и два с половиной года назад, и полтора года назад, они принципиально не поменялись. То есть, мы все глубже и глубже влезаем в тот многогранный, многоплановый, кровавый процесс, который называется Третьей мировой войной, империалистической войной, безусловно. То, что это происходит медленно, обусловлено не тем, что кто-то там терзается, колеблется и так далее, а тем, что в руках мирового капитала накоплены такие страшные средства разрушения, что очень трудно их необдуманно пустить в ход, не опасаясь за свой кошелек, свои ресурсы и даже свою жизнь. То есть, действительно, мы говорим об огромном количестве ядерного оружия с обеих сторон. И это заставляет выгадывать, это заставляет противоборствующие стороны выискивать другие тактики, поначалу, по крайней мере, тактики обескровливания, тактики создания множества очагов напряженности или каких-то локальных конфликтов, чтобы у противника недоставалось средств, ресурсов, людей, оружия, чтобы везде реагировать. И мы видим, что, в общем-то, обе стороны пытаются эти приемы использовать. Но рано или поздно, так или иначе, все это закончится очень большой заварухой. И российский рабочий класс столкнется с тем же, с чем он сталкивался во время Первой и Второй мировой войны. То есть, это разруха, нищета, скорее всего, значительное разрушение инфраструктуры. Притом, я не обязательно имею в виду какие-то чисто военные разрушения. Мы прекрасно знаем, что инфраструктура очень изношена, многое не ремонтировалось с советских времен. И у нас, в принципе, без всякой бомбежки прорывы сплошные и скачки, там, дамбы всякие и прочее, прочее. Поэтому готовиться нужно к очень серьезным, тяжелым временам. И, опять же, мы понимаем, что буржуазия тоже к ним готовится, готовится в том плане, что они понимают, что рано или поздно с фронта начнут возвращаться люди. Люди озлобленные, иногда обездоленные, потому что те бумажки, многомиллионные подачки, которые им дают, они довольно быстро обесцениваются. Мы же понимаем, что деньги эти берутся либо из кармана граждан, то есть, по сути, выворачиваются карманы семей этих людей, оставшихся, так сказать, в тылу, либо эти бумажки печатаются, что разгоняет инфляцию и, понятно, каким последствиям ведет. Так вот, будут эти люди возвращаться, будут они видят то, что происходит у них на родине и для них уже заготовлены простые ответы на все вопросы. Что это все? Чурки нерусские, что это все леваки, сатанисты и прочее, прочее. Вступай в организацию «Стальной шлем» и все будет у тебя хорошо. Вот, поэтому придется также столкнуться помимо всех этих острокризисных явлений еще и с разгулом фашизма. оптимистичное окончание для нашего разговора. Надеюсь, у нас будет возможность еще его продолжить. Спасибо тебе большое. Подключайтесь к комментариям, подключайтесь к работе Трудового фронта и, насколько это возможно, не теряйте надежды, потому что, по крайней мере, один город в стране, Казань, в последние недели дал нам хороший повод для того, чтобы не отчаиваться. До новых встреч! Трудового фронта